Вера Игнатовна Белокос народилась и живе у вёс Целятки, Мостовского района. А малюсё своё життё я наплённо працавала наставницей початковых классов Гудзевицкой школы. А летние 50-х годов тому распачала там школьный гурток ткацтва на Малых Кроснах. Сколько годов я вам не могу так ладно сказать, а всё пошло от мамы, как любые, у любой семьи. За усёды мать и привучала дочок до такой працы, как прадьево ткацтва. И это шло с моленства. Спочатку дозволяли там матки размотать ницей, насукать целки, а потом уже дозволяли ей за крос насядать. А пронать семью было традиционной жанучей справой. Вера Игнатовна продолжила займаться ткацтвом и после выхода на пенсию. Уладкавалася у Гудзевицкой музей на Зиральницей, где у вольный час ткала и вучила рамяству дятей. Утым литву – свою дачку. И эти самые девчатки, что колисты учились у меня на этих, и они потом стали працавать у музея и займаться ткацтвом на великих станках. И вот такие подвойные диваны научились ткать. Теперь там володы видом ткацтва Башинская и Станевская. Это были мои ученицы еще со школы. Инициатором адраджения и захавания технологии подвойных откацтва на Гродзенщине стал муж Веры Игнатовны – Олесь Миколаевич Белакос, краезнавца и заснавальник тут литературно-краезнавчего музея у Гудзевичах. Миновита Олесь Белакос отшукал одиную на той час носбитку навыков подвойных откацтва Задельску и Адвігу Райскую, у которой Вера Игнатовна и перейняла майстерство. Вела она у нас и ткацкий гуртур для детей. Активно працавала у зале практичного ткацтва, где как раз и почалося адраджение технологии ткацтва подвойного, уникального, редкого вида, який зараз истнует фактично только тут у нас в музее, потому что мы стараемся весь час пропагандовать его. Вельми часто проводим майстер-классы. И снова же, дякуючи Вере Игнатовне за все, что это интересно, что это вместочное. Подвойный – значит двухосновный, сатканы с двух розноколяровых тканин, излученных помеж собой, выключено узорами. Техника створения таких вырабов хоть и однольковая, однак кожная ткачиха выконва ее по-своему. Адметной рисой подвойных диванов Веры Белокос и ее последовниц является восьмиконцовая розетка. Техника настолько досконалая, что ее часто примают за фабричную, как, например, одной чинославянским базарой у Витебску. А потом подсунули диваны фабричной работы, вот, как этот у вас. Кажут их, это же не фабричная работа, я его сама своими руками ткала. Это не может быть, он больше, ну, одним словом, что фабричная. Соткать соправный подвойный диван, справа складанная и марудная. Над одним вырабом треба сядеть не один месяц. У скарбонцы Веры Игнатовны 15 экземпляров розных померов. Один из их навыд побывал у Ашхабаде. Ахвотные из усёй Беларуси и навыд замежа приезжают в учиться рамяству до гудзевицкой носьбитки стародавней традиции. Захопилось их этим и молодшее поколение. Я ткажу уже с другого класса. Мне это подобается, потому что я бачу, как створаются поясы, закладки, сурветки. Я хочу научиться ткать, как Вера Игнатовна Белокос, потому что это очень редкое рамяство. Колись мать ткала подвойные диваны, у якости пасаха для дочек. Цепер этим никто не займается. Але у всё же есть люди, які обережливо ставятся до заховання і протягування народной спадшины. Люди, як Вера Белокос, спачатку аматор своёй справы, а тепер і признанный народный майстер Беларуси. Иоланта Будила, Вероника Трынкіна, Віктор Дегелевич, Новины Грудно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова